Добрый день! Сегодня мы поговорим о том, как государство применяет или не применяет смертную казнь. Вы можете подумать, что это случайный разговор, но на самом деле он чрезвычайно не случайный, он абсолютно не случайный. В нашей стране за последние 22 года не было вынесено ни одного смертного приговора, разумеется, ни один из них не был приведен в исполнение. Но проблема в том, что в Уголовном кодексе статья, которая предусматривает высшую меру наказания, она сохраняется. Поэтому наша страна вот уже больше 20 лет, а точнее почти 22 года, зависла, она никак не может решить, Так мы здесь будем применять смертную казнь в исключительных случаях или не будем? Вот такая тема сегодня, и для этой темы есть очень хороший, авторитетный, умный, толковый, подкованный человек. Это, разумеется, юрист и адвокат Поляков. И я забыл имя отчество. Игорь Михайлович. Игорь Михайлович, что ты сказал Юрий. Игорь Михайлович Поляков. Вот, зарапортовался. Игорь Михайлович Поляков давно хотел на эту тему поговорить, и я решил, что этот момент настал. Итак, а почему мы все-таки будем говорить об этом сейчас? Мы хотим повлиять на людей? Мы хотим вам рассказать, что что-то не так в нашей стране? Игорь Михайлович. Нет, институт смертной казни, мы должны понимать, он всегда остается как проблематика вопроса юридического и межотраслевого. Всегда был, есть и будет. Поэтому повлиять мы на него, может быть, и не можем, и не должны, потому что он всегда витает в наших головах. Когда происходит какое-то резонансное уголовное дело, люди вольные или невольно обращают свой взор в прошлое, когда смертная казнь применялась. И на сегодняшний день ученые, они продолжают этим вопросом заниматься. И какому выводу они приходят? Вот вы знаете, как не парадоксально, но с той литературой, с которой я сталкивался многократно, и даже на сегодняшний день выпускаются книги, посвященные проблематике института смертной казни. То есть необходимость ее присутствия в головном обществе. Они сходятся на том, как не парадоксально, что отмена смертной казни – это временное явление, естественное состояние общества, государства тогда, когда она применяется. Но вопрос, за какие преступления? Хорошо. Давайте начнем по порядку. Вы сказали, что когда люди узнают о каком-то резонансном преступлении, у них в сердце и в голове клокочет кровь, и они говорят, да расстрелять его, душегубцы. И по вашим словам, так было всегда. Но я готов вам возразить. Даже в нашей стране, которую можно назвать консервативной, так было не всегда. Я напомню вам, что после Петра Великого две русских империатрицы, Елизавета и Екатерина, не применяли смертную казнь. Если не ошибаюсь, только при государе Николая Александровича она была введена в качестве меры исключения, потому что было восстание декабристов. Да и в дальнейших случаях, я даже скажу более того, даже такой душегубый тиран, как Сталин Иосиф, он в 1947 году тоже ввел, что там было, мораторий или изъял эту статью. До этого расстреляли Совет нации. Не важно. А потом нужно было отдохнуть какое-то время. Как минимум 200 лет, за последние 300 лет в нашей стране смертная казнь почти не применялась. И последние 22 года она не применяется. Почему вы так уверенно говорите, что люди хотят, чтобы она вернулась? Вы обратите внимание, вы говорите, что она почти не применялась. Почти, да, за редким случаем. Да, да, и наступали события, которые ее возвращали. Поэтому и Россия это касается, и других стран мира, и всего человечества. Рано или поздно наступят события, неважно, что это, военные действия, очередная мировая война, которая закончится тем, что смертная казнь будет введена в порядке исключения. Об этом говорит история. Вопросами смертной казни люди занимаются сотни лет. И все приходят к выводу, что рано или поздно ее нужно в порядке исключения кому-то применить. То же самое, как в порядке исключения, она применена была в СССР к подростку. В 60-х годах подросток с детдома убежал. В Ленинграде было громкое дело, вызвало возмущение ленинградцев. Если вы слышали про это дело, 15-летнему подростку в порядке исключения вынесу смертную казнь. Он залез в квартиру, такой озлобленный вот этот волчонок, и зарезал молодую маму и ребенка. Его поймали, и вот был такой шок у людей, что применили смертную казнь. Но это, конечно же, исключение. Он не достиг совершеннолетия, да? 15-летний, конечно, это запрещено. И в порядке исключения? В порядке исключения. Ну, в порядке исключения иногда применяются во всех странах мира, и в России в порядке исключения. Даже были случаи в СССР, когда смертную казнь, когда был введен, как вы сказали, мораторий в послевоенное время. Изменение закона, но до этого применяли, давайте скажем так, смертная казнь была неприменима. Когда закон вводится, он не имеет обратной силы, если он отягчает. Применяли к людям ее. Еще раз, давайте. Значит, нынешний-то у нас мораторий, разумеется, эта вещь такая странная, потому что мораторий – это временная приостановка какого-то решения. Эта временная остановка длится вот уже 22 года. Но давайте вспомним, чем она была вызвана. Она была, если вы сейчас меня поправите, да, все-таки вы у нас юрист, а я так человек начитанный. Наша страна вступала в Совет Европы, и одним из условий этого вступления было как раз вот запрет на применение смертной казни. Только этим это было вызвано. Посмотрите, вы говорите, что в любой стране, в любой части мира она применяется. Вся Европа, практически вся Европа. Я не сказал, что… Все государства Европы исключили высшую меру из своей… Государство Европы, да, но весь мир и человечество – это не государство Европы. А Соединенные Штаты Америки, да, Япония, Китай… Применяются, азиатские страны применяют. Корейская Народная Демократическая Республика, Южная, не знаю, наверное, тоже. Это не важно, в каких странах ее применяют. Подождите, так нам к Европе идти или к Китаю? Вы здесь за что? Вот ваша личная позиция как человек… Моя личная позиция как адвоката только за отмену смертной казни. Мою позицию нельзя, она будет двойная. Официально я могу говорить одно, неофициально, после окончания передачи, высказать свое мнение как человек. Я остаюсь адвокатом, я не могу уговорить, высказываться за смертную казнь. Я же защитник. А теперь, Игорь Михайлович, представим, что вы сейчас, вы же сейчас не защитник, вы юрист. Нет, я защитник всегда, потому что на меня распространяется Кодекс профессиональной аналитики адвокатов. И когда вы спите вы адвокат, и когда кушаете адвокат. Я всегда должен быть адвокатом, все должен делать аккуратно, быть образцом поведения для людей. Но у вас получается два мнения, как человек вы все-таки… Да, два мнения. У адвоката может быть два мнения. Он может считать, что его подзащитный преступник, а тот говорит, я не виновен. И он будет говорить, что он не виновен. Так положено по закону, так это прописано. Нет, это правда, да, вы должны сделать все, чтобы смягчить наказание. Про смертную казнь вернемся, а не про меня. Нет, нет, нет. Дело в том, что без вашей личной позиции здесь мы обсуждать это не можем. Потому что я могу привести аргументы. Но самый главный такой. Все цивилизованное человечество идет к тому, кроме Европы, что смертная казнь исключается из наказания. А не цивилизованное человечество, в том числе Россия, потому что она еще не изменила. И даже 39, по-моему, штатов из 50 Соединенных Штатов Америки сохраняют смертную казнь. Так мы идем к цивилизованному человечеству. И остаемся в не цивилизованной части. Предполагать, что как-то американцы, да, вот это двойные стандарты. Не нужно делить, считая себя эпицентром чего-то, какой-то темы, себя относить к цивилизованному, а кого-то не цивилизованному. Потому что в каждой стране мира считают себя цивилизованным, а других, соответственно, неверными. Там, неважно. Хорошо. Иран и Германия. Каждого своя культура. Согласен. И культура в применении меры наказания. В Германии не применяется. И они обе страны живут и применяют то национальное законодательство и считают, что оно правильным. Более того, соцопросы в этих странах, которые будут проводиться, они будут подтверждать, в тех странах, где она применяется, мы за смертную казнь. В тех странах, где она не применяется, люди будут говорить против смертной казни. Но мы должны понять одно. Все опросы, социальные опросы, а мы говорим только о них. Не надо говорить о государстве. Говорим о социологических опросах. Я вас уверяю, все они, когда говорят или по статистике свидетельствуют об отмене, необходимости отмене смертной казни, это просто фальсификат. Не уверен. Подождите. Я вас уверяю, 99% населения, неважно в какой стране, они всегда будут голосовать за смертную казнь. Это такая же политически разыгрываемая какая-то ситуация, какая-то мишура, так же, как и вопросы с меньшинствами сексуальными. Можно говорить об этом много, но только большинство против реально. На словах одно, а в душе другое. Конечно, и здесь то же самое. Смотрите, не только же Россия вступила в Совет Европы в конце 90-х. Допустим, такая совершенно не похожая на европейские страны или почти не похожая страна, как Турция, когда вступала в Совет Европы, она тоже была вынуждена ввести мораторию. Вынуждена, вы правильно сказали. Вынуждена, вынуждена. И Россия была вынуждена ее вводить. Такое решение принимает глава государства или его правительство. Посоветовавшись с народом. Не считаясь мнением народа, а считая, что народу можно все объяснить. И вот тогда я заговорил про социальные опросы. 90% опрошенных турок сказали, что они все-таки за сохранение смертной казни. Но правительство Турции не применяет смертную казнь. У нас в России то же самое. Вы вспомните 90-е годы. Это кровавый передел, это перестройка, накал эмоционально зашкаливающий. И тут население по каким-то тоже социологическим опросам говорит, да, судебные ошибки зачастились, надо отменить смертную казнь. Кто проводил эти опросы? Я не помню этих опросов. Более того, я готовясь к нашей встрече, я специально посмотрел литературу, в том числе и научную. За последнее время я не помню, чтобы был такой заказ на социологические опросы. Они проводятся, я вас уверяю. Называют такие цифры. По отдельным данным 60% за, 70% за, 80% за. 90% за и 99%. Но решительного, объективного, большого опроса не было. Я натолкнулся вот на что. Церковь наша, мать наша, земли русской, православная церковь, московской патриархии. Ну, я догадываю. Она предложила провести референдум по этому вопросу. А ей-то зачем это? Церковь это гуманизм, им-то зачем смертная казнь? Потому что, если я правильно понимаю, учение Бога нашего Отца и Сына и Христа, там явно написано «не убей». И по идее, если мы читаем только Евангелие, то там ясно написано, что смертная казнь для христианина невозможна. Он не должен ее поддерживать. Я даже вам напомню такого выдающегося деятеля русской литературы и общественной мысли, как Рев Николаевич Толстой. Вот он именно активно говорил, что если ты христианин, то ты должен быть против смертной казни. Поэтому вот этот вопрос, с одной стороны, масса людей говорят «распни его и казни его», а с другой стороны, самые передовые, лучшие, интеллектуальные люди говорят «одумайтесь, люди, не надо никого обивать». Не выдавали жизнь человеку, какой бы грех он ни совершил, ни вам ее отнимать. Давайте я вам возражу, не возражаете? Я за это, мы же разговариваем. Раз мы невольно заговорили о толстовцах. О толстом и толстовцах. Да, да, да. Вот в качестве аргументов за смертную казнь, а их, этих аргументов, у сторонников смертной казни, за ее введение, за ее применение, их, вот если брать весомо, их очень много, они равные, там их десятки. Но вот если брать в зерне, их меньше. Но вот я сейчас объясню, чем они убедительнее сторонники смертной казни. Ну, первый их аргумент, что мы должны понимать, смертная казнь не назначается за целый перечень преступлений. Более того, она назначается только за особо тяжкие, такие, зуверские преступления против жизни человека, связанные там с гибелью людей, с убийствами. Это первый аргумент. Давайте точнее. Если мы говорим о нашей стране, то вы мне сейчас должны сказать, по каким статьям у нас сохраняется в уголовном кодексе смертная казнь, но она не применяет. Всего пять статей. Это квалифицированное убийство, 105-я статья. Что это значит, чтобы мы понимали? То есть это убийство с особой жестокостью двух и более людей. Это убийство малолетних, беспомощных и так далее по перечню. То есть, когда граждане начинают говорить, так как же так, что же за это надо убивать, и приводят пример, они всегда приводят пример неудачный. И, предположим, пьяный водитель посадил детей, перевернулся, дети погибли. Трагически случайно. Да, и вот почему, и что же его теперь расстреляют, он рассказал. Конечно же нет, он получит какие-то сроки лишения свободы и все. Или там проектировщик здания не так спроектировал, обвалился, убил людей, пострадали люди. Никто никогда его не лишит свободы. Его лишат свободы, но его никогда не приговорят к пожизненному лишению свободы или смертной казни, к высшей мере наказания. И, более того, мы отсекаем все неосторожные составы преступления, оставляем только умышленные. В умышленных составах преступления большинство это лишение свободы. Приведу пример, там сидят конкретные примеры из практики прямое. Два друга выпивали выходные, допились до такого безумного состояния, что к утру перессорились. Один схватил нож, ударил другого в грудь, покричал на него, хотя тот уже там дух испустил. Лег на этот же стол, в эту миску с салатом оливье и уснул. Приходит жена с дежурства, один сидит, полулежит, там труп, второй спит. Понятно, вызвали и скорую, и милицию. Ему никогда не определят смертную казнь или пожизненное лишение свободы. Он в среднем получит примерно 10 лет лишения свободы. То есть мы эту категорию, даже убийц, не берем. Лишение, извините, смертной казни или как альтернатива пожизненное лишение свободы определяются за особую категорию убийств. Это повышенные зверства. Это, предположим, каннибализм. То есть убивал людей и ел их. При этом он вменяемый. Далее там маньяки. Там резал детей или людей. И применяется смертная казнь. У нас в Приморье есть случаи, когда он ребенка похитил, насиловал. Есть даже ситуации по России, когда еще снимают на видео это. Конечно, это такое негодование. И у людей все понимают, что это уже не человек, это животное. Давайте я напомню, если вы сейчас об этом говорите. Какое-то время назад в Уссурийске пропала девочка. Ее искали очень долго. И в итоге, благодаря отслеживанию, если не ошибаюсь, номеров телефонов, все-таки нашли человека, который работал в такси, который на улице ее подхватил, и в самом деле потом надругался и задушил ее, или убил ее каким-то способом. Вот мы сейчас о таком случае говорим. Они характерны для всей страны. По идее, ему грозила бы смертная казнь. Да, ему грозила бы смертная казнь. Если бы она у нас применялась. Или ему заменили на пожизненное лишение свободы. Но смертной казни, разумеется, нет. Или вот случай недавний мне рассказывали, когда они тоже выпивали, решили в собственном предприятии вскрыть кассу. Пошли охранник. Ну, уже у них так все это распалено алкоголем. Зарезали. Идут дальше, кассового охранника там друг пришел. Они друга зарезали, чтобы не было связи. Зашли в кассу, ковырялись, нашли там 5 тысяч рублей, грубо говоря. Я не помню, сколько мелочек какую-то по сравнению с человеческой жизнью. Выходят, тут два бухгалтера пришли пораньше поработать, там статистику подвести. Зарезали обоих. Дальше наряд милиции, они убегают, еще сопротивляются, пытаются причинить вред здоровью сотрудникам полиции. То есть люди уже обезумели. Вот за это могло бы быть назначено мера наказания. Высшее мера наказания. И еще одна статья в Уголовном кодексе России под названием геноцид. Я плохо ее понимаю. Это я думаю, я не помню. Мне было неинтересно, в какой ретроспективе, для чего ее вводили. Я думаю, это реакция была на сталинские репрессии, когда был геноцид и уничтожение, может быть, малых народов, национальности. Малых и немалых. Малых и немалых. Вот эта статья, она, насколько знаю, нулевая статистика, потому что, ну кто сейчас в России уничтожает людей? Мы не берем реформы экономические. Уголовная, вернее, смертная казнь, вот только за убийство с оттягчением, да? Давайте я скажу, за что применяется смертная казнь. Статья 51. В нашей стране. Берем Россию. Меня другие страны не интересуют. Мы растекемся тут по древу, до конца дня будем сидеть. В России статья 59, где указано, что смертная казнь, как мера наказания, применяется за особо тяжкие преступления против жизни. То есть, все, что связано со здоровьем, там ткнул, нечаянно, как вот случай был, там выстрелил на охоте и думал в оленя, попал в друга. То есть, это все не подходит сюда, да. То есть, против жизни, то есть, умышленно, умысел, сознательно убивают. Особая жестокость. Особая жестокость. Как правило, это с людьми расправляются, как это на живодерни. То есть, тогда смотрят, что у него патологическая жестокость, при этом отсутствуют смягчающие обстоятельства. То есть, человек может совершить убийство, господи, раскаялся, побежал, вызвал полицию, или пытался живой, потерпевшей оказать помощь. Все, смертная казнь никогда не будет назначена. Любое длительное лишение свободы, как правило, эти ситуации не подходят. Правильно ли я понимаю, что... Там, кстати, еще есть возрастной и половой критерии, мы должны это знать. То есть, женщина, какое бы она изуверства не совершала... Обычно не применяется. Она запрещена, смертная казнь. То есть, подростки до 18 лет, женщины и мужчины старше 65 лет. К ним, ни при каких обстоятельствах, что бы они ни сделали чудовищно, не применится смертная казнь. Только лишение свободы вплоть до поживания. Правильно ли я понимаю, что в нашем отечественном уголовном кодексе вот эти статьи, говорящие о возможном применении... Ну, не... Статьи сохранились, а применение смертной казни. Они направлены на то, чтобы изъять из общества, просто изъять, уничтожить, как биологический материал, тех людей, которые потеряли человеческий вид. Ну, совершенно верно. Я же говорю, это особая категория убийств. То есть, сами убийцы на них смотрят, на убийц вот этих с осторожностью. Настороженно смотрят. То есть, это такие вот... То есть, вы считаете, что общество вправе по таким категориям людей, которые потеряли человеческий область, просто сошли с ума. Они, конечно, не сошли с ума, но у них агрессия зашкаливает, они настолько опасны, что их надо отстреливать. Прошу обратить внимание, они по ним в обязательном порядке проводят экспертизу психологопсихиатрическую, комплексную, комиссионную, стационарную. И они должны всегда показать, что человек вменяем полностью отдавал отчет своим действиям. Есть ли какие-то отклонения в психике, я уже не говорю про невменяемость, никогда смертная казнь назначена не будет. Теперь, что касается вашего вопроса, правильно ли я понимаю, сторонники, сторонники, еще раз повторяю, смертные казни говорят, что таких людей нужно умершвлять насильственно. И при этом я вот что прошу... Сторонники говорят, казнить. Сторонники смертной казни говорят, казнить. Через расстрел, да, по-прежнему? У нас не то что... Было. Да, у нас исключительно расстрел, никаких других мер наказания, которые распространены в мире. Это повешение, введение инъекций, газовая камера, да, вот это основные меры наказания. Электрический стул еще. Да, электрический стул. У нас они не применяются и не применялись. Это традиционно. Я посмотрел, тоже по материалам прессы, в Великобритании с 68-го, там, какой-то год, пока еще сохранялась смертная казнь, она тоже применялась за особые тяжкие убийства. И еще там была любопытная статья за пиратство. И за пиратство. У нас за геноцид, а там за пиратство. Есть нормы такие, которые нужно... Исторические. Да, они в ретроспективе, как архаизмы там находятся. Да, это не только... Но я ведь не зря вас спросил о том, по каким случаям применяется смертная казнь. Потому что рядом с нами огромная страна, Китайская Народная Республика, где смертная казнь, данные по ней статистически засекречены. В примере, никто из наших исследователей их не приводит. Ну, может, они просто не умеют читать по-китайски. Не знаем, сколько людей казнит Китай, называют безумные цифры, тысячи, десятки тысяч. За коррупцию, в основном, там у них. Статья и за коррупцию может быть применена высшее мера наказания. За организацию проституции. За хранение, сбыт, перевозку наркотиков, если их больше 50 грамм. То есть, статья очень широко применяется. Там, насколько знают, даже за убийство, за причину смерти тигру. Амурскому. В том числе и за браконьерство, совершенно верно. Она, может быть, не применяется, но она предусмотрена. У нас... То есть, вот совершенно другой пример, когда государство говорит, что по целому широкому спектру преступлений, государство может казнить этих людей. Россия, кстати, страна гуманная относительно по отношению законодательства других стран. Доброе утро, Игорь Михайлович. Тоже не могу сказать. Если мы не говорим, что Европа нам не пример, может, нам Китай указать? У нас есть альтернативная мера наказания смертной казни. Это пожизненное лишение свободы. Кстати, его сейчас стали давать, насколько я знаю, наркозбытчикам. Ну, когда у них уже килограммы изымаются. Пожизненное лишение свободы. Посмотрите на Китай. Там, на самом деле, при их миллиардном населении, якобы около 700 тысяч зарегистрированных наркоманов. А у нас, в нашей стране, при наших 150 с чем-то миллионах людей, чуть ли не 2 миллиона наркоманов. Это официальная статья. У нас латентная есть. Я понимаю. Те цифры, которые официально есть. Это которые, да, в Краево-натологическом диспансере. Якобы там, потому что есть смертная казнь за перевозку наркотиков. А у нас, поскольку мы даем там 10 лет этим людям, никто не боится. И наркомания, как раковая опухоль, нас поедает. А у Китая есть пример исторический, когда государство сидело на опиуме. Не государство, а народ. Азия. А мы кто, получается, если говорить по наркомании? Мы не Азия. Героиновые наркоманы, крупнейшие. В этом отношении Россия, в общем-то... Сократила перечень статей. Традиционно он сокращен на сегодняшний день. Илья Михайлович, давайте за наркоманию тогда. Пожилие на лишение свободы. Нет, давайте расстреливать. У них в большие сроки. Ну, вот здесь как раз такие законодатели. Рамки вот определил, и они уже традиционно. Только преступление против жизни. Мы же сейчас о чем говорим. Насказать это против здоровья. В нашей стране 22 года не применяется, но и не отменяется смертная граница. Мудрый законодатель. Он знал, что наступит период, когда нужно будет применить. И он не исключил даже. А что стоит Думе принять и сказать, исключим. Ее больше не будет. В Государственной Думе, насколько я знаю, нет ни одного законопроекта, направленного на то, чтобы изменить Конституцию, где есть статья, посвященная описывающим. Они не доходят до рассмотрения просто. Или убрать, мне кажется, что даже не внесен, или убрать из Уголовного кодекса. То есть, 22 года наша страна никак не может решиться. Так мы окончательно ушли от высшей меры? Конечно, конечно. Или в какой-то момент мы готовы к ней вернуться? Мы можем уйти тогда, когда она будет исключена, эта статья из кодекса. Но этого не будет никогда сделано, потому что вопрос ее применения, вопрос времени. И это не год, это может 10 лет, 20 лет. То есть, вы оптимист. Вы думаете, что в конце концов? Я не говорю оптимист, я просто... Вы как человек оптимист, как юрист, вы пессимист. Я исхожу из того, что отмена смертной казни, как говорят ученые, которые этим занимаются, из десятилетия в десятилетие. Это явление временное. Более того, смотрите, сторонники смертной казни, у них есть очень эмоциональный аргумент. И он перевешивает все аргументы противника смертной казни. Кстати, мы об аргументах противника смертной казни не поговорили. Мы к ним и идем. А, мы и идем, да. У сторонников смертной казни очень сильный аргумент. Он эмоциональный. Они говорят, хорошо, все говорят об отмене смертной казни. А поставьте себя на место потерпевшего. Вот изуродованный труп вашего близкого человека. А вы подойдите и скажите, милую преступника, это может быть судебная ошибка. Иди, убогий, ты грек на душу взял, с ним живи. Я думаю, если ты так будешь говорить, тебе... Если ты христианин, ты так должен поступить. Да, да, милиция вызовет скорую помощь, тебя отправят проверить, потому что посчитают, что у тебя нарушена как стрессовая реакция на стресс психика. Потому что реакция нормального человека – это возмущение, это гнев, это желание растерзать убийцу. Поэтому всегда стоит кордон. И вот преступник, да, задержанный даже. Вот потерпевший, ну, я условно говорю, группа быстрого реагирования. Тебя никогда не допустят, что ты подошел его, перекрестил, простил ему, потому что реакция твоя может быть неадекватная. А почему это все? Потому что у человека двойной мозг, и мы тоже должны это знать. Про двойной мозг это открытие. Да я вам могу… Нет, я сказал это… Двойной мозг. Двойной мозг? Я вам сказал это условно. Так, ладно. Первое, это гипоталамус. Не, 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 не будем, это мы далеко уйдем. Я коротко скажу, чтобы было понятно. Вот гипоталамус – это древний мозг, там на уровне все инстинктов. Когда происходит беда… Это амфибия, понятно. А большая полушария – это аналитика, они замирают, когда происходит беда. Я хочу вспомнить случай, который я помню. Это, наверное, было на излете советских лет. Вот вы как раз заговорили о том, что месть – это благородное чувство, и что в зале суда охрана, стража не дает возможности потерпевшему либо членам его семьи отомстить. Так вот, я помню случай… И даже досматривают. Подождите, я помню случай. Это было в Владивостоке. Может, вы сейчас и слушатели тоже его вспомните, а может, даже и вы. Когда была изнасилована и убита молодая женщина, либо девушка, насильник был задержан, он получил какой-то там серьезный срок. Но отец, пришедший на оглашение приговора, принес с собой какое-то оружие, он кинулся на него и пытался его убить. В итоге, конечно, и против отца было возбуждено уголовное дело. То есть это было. Но исходя из ваших, понимаете, мы же говорим аргументами. Вот ваш аргумент, что в человеке должна быть справедливость, которая требует отомстить, и тогда мы возвращаемся к тому, что государству не нужно. Не нужно. И у нас много примеров, когда человек берет на себя эту функцию судить и казнить. Мы даже можем вспомнить совершенно недавний случай, когда... Кто там? Когда у человека... Помните, погиб самолет над Швейцарией? Я знаю, да. По ошибке авиадиспетчеров он столкнулся с другим. По небрежности. Там летели дети. И вот один из родителей, отец этого мальчика, он приехал в Швейцарию. Семья у него погибла, не только мальчик. Он приехал в Швейцарию с перочинным ножом, каким-то чудом узнал, где же его диспетчер, якобы виновный в смерти его семьи, и, по-моему, его зарезал. Я только помню, застрелил. Ну, я понял. И застрелил, зарезал. Да, да, да. То есть это правильно. Он стал национальным героем. Я не помню, в Ингушетии, кажется. Это правильно. Господи, это неправильно. Я просто, я же говорю про этот рептильный мозг. Когда происходит это с нами, все засыпает аналитика. Подождите. Если это неправильно, значит, если это неправильно, значит, этот аргумент мы даже не рассматриваем. Это неправильно и не неправильно. Это естественное состояние человека мести. Как говорили в античном мире, поговорка, людям нужны хлеба и зрелищ. Нужно добавить еще третье. Хлеба, зрелищ и мести. Мы у нас в столовой, за булочку откушанную, без нашего вопроса, мы готовы размножить человеку под носом. Хорошо, я вам приведу пример. Я в такую столовую не хожу. Давайте я вам приведу пример. Давайте другой пример. А, другой? Да, договорились. Нет, с булочкой. Давайте идем дальше. Привожу пример. Так. Лично столкнулся. Приходит женщина на консультацию, милая, поговорили о гуманизме, о том, что все люди озлобленные. Ну, говорили о юридических темах, параллельно это затрагивали. Ушла. Слышу крик, в окно подбегаю. Когда она выходила, ковырялся в машине, какой-то мелкий водишка хотел в машину проникнуть. Она так кричала, так бульварно, так она его терзала. Пока он вырвался, она в него еще кинула. То есть мы, казалось бы, металл, а это человеческая душа, тело. Ну да, вот он такой убогий, прости его, а ты за металл готов человек купить. Мы, когда человек в эффекте, он за свое, за вот какую-то кроху, другого лишить жизни не задумывалось. А тут смерть человека, тут тяжкие какие-то увечья, изуверство над ним. А мы говорим, нужна смертная казнь, не нужна. Поэтому сторонники смертной казни и говорят. Вы много можете рассуждать, там, попивая пивко, смотря в телевизор, сыто, там, разглагольство. Когда коснулось вас, вы разорвете любого. Вот это неадекватность поведения. Вот это месть. Итак, Игорь Михайлович Поляков считает, что за любой клочок собственности, за булочку надкушенную, люди готовы друг друга убить. Но вы же проводите мысль, что аргументов за смертную казнь намного больше, чем аргументов против смертной казни. И аргументы против смертной казни тоже есть. Они есть, но они же беспомощные, они же какие-то смешные. Почему беспомощные? Нет. Какая-то судебная ошибка. Сколько этой судебной ошибки может в таких случаях? Дайте хотя бы не москве назову. Хоть что-то дайте называть против смертной казни. В первую очередь, это Конституция. Это основной закон государства, где сказано о том, что жизнь человека – это самое ценное, и государство гарантирует жизнь. А тут на тебе... Подождите, Игорь Михайлович. Именно в Конституции есть упоминание единственного наказания, и это смертная казнь. Статья такая-то такая, это говорит о том, что смертная казнь устанавливается до решения федерального правительства. В Конституции закреплена возможность применения смертной казни. Какие еще аргументы против смертной казни? Изменим ее Конституцию. Парадокс. В уголовном кодексе указано, что смертная казнь – это одна из мер наказания. Но целью меры наказания – исправление осужденного. И вот противники смертной казни говорят, что же за аллогизм такой. Вы исправляете человека в колонии исправительной, трудовой, да, понятно. А когда вы лишаете жизни, в чем его исправление? В этом парадокс. И тоже не возразишься. Далее они говорят, их аргумент сильный. Подождите, вы человека приговорили к смертной казни. Вы не расстреливаете его тут же. Он сидит и может годами сидеть, ждать каждый день, что его расстреляют. Это такая мука и страдание, что люди порой не выдерживают, у них открывается много болезней. Они медленно умирают ежедневно вот в этом стрессе, в ожидании. Далее их мощный очень аргумент противника смертной казни. Подождите, один убил, и вы хотите его за это убить. Совершить такое же преступление. Да, это тоже убийство. С точки зрения, вот если орлинного взгляда сверху, если посмотреть, чем вот это лишение жизни, отличается от этого. Тогда откажитесь. Если вы государство, если мы говорим о справедливости, о гуманизме, мы говорим о демократии, проповедуем, мы это принципиально закрепляем. Тогда не нужно вообще лишать его жизни. Не ограничьте его, на пожизненный срок дайте ему, но не лишайте его жизни. И главный аргумент их, а есть ли судебная ошибка, а есть ли вот фатальная вот эта ошибка. И человек что, имеет только право на посмертную реабилитацию? Нет. Да так хоть его через 10-20 лет выпустят, и он будет живым. А так только можно его упомянуть где-нибудь. Смотрите, все-таки этих аргументов за и против может быть много, и они рассыпаются в деталях. Но есть главный аргумент. Вот главный аргумент за казнь, он, наверное, в том, что нам нужна справедливость. Первобытная справедливость, прошу обратить внимание. Древняя, принцип толюра. Нам нужна справедливость. И человек, который совершил жесткое, жесточайшее, с отягчением мерзкое, гадкое убийство, решил жизни других людей, он уже вычеркнул себя из числа людей, поэтому мы его просто, именно говорю, санитарным образом казним, убираем, чтобы он не размножался и свои гены никому не передавал. Это просто необходимость. Это главный аргумент за сохранение смертной казни. Очищать общество от опасных, агрессивных, неуправляемых субъектов. Не сохранять их там, не консервировать в колонии, где они тихо гаснут, а просто это гумание чище уничтожать. Но главный аргумент все-таки за отмену, он в том, что если мы люди, он, наверное, такой, мы не должны иметь право лишать других людей. Иначе мы уже возвращаемся к чему-то такому атовистическому. Мы же развиваемся или нет? Нет. Мост наш, гипоталамус, не развивается. Понятно. Сейчас про гипоталамус. А я вам снова скажу, что в истории нашей страны были большие периоды, когда смертная казнь фактически не применялась. И это было при императрицах, и это было при товарищи Сталине. И вот сейчас... Их не всегда убивали. Помещики. Не-не-не-не-не-не. Это и помещицы, которые так поступали, тоже за это наказывали. Не все. Одна салтычиха. Наказана была. Остальные сотни продолжали драть шкуры с них. Даже тогда при Елизавете, кратчайшей, в уголовном положении, в уголовном уложении Российской империи, не было статей, что кого-то можно казнить каким-то способом. При Петре, как вы знаете, можно было просто казнить, а можно было казнить с ухищрениями. Такая была квалифицированная смертная казнь. Мы говорим про виды смертных. Да, про виды. Какие приговоры. С тем, чтобы запугать людей. Заливать в горло разные расплавленные металлы. Если ты фальшивомонетчик, то, конечно, золотом мы тебя заливать в гортань не будем. Ну, вот оловом, ради бога. Женщину, которая изменила, либо убила мужа, закапываем мы ее так, чтобы она по плечи была в земле. Камнями не бросаем. Она так должна угаснуть. И прочее, прочее, прочее. Эта же жестокость показательная не сделала общество лучше. Ведь проблема в том, как я понимаю, серьезная проблема без гипоталамуса. Что человек, зная, что хорошо, иногда делает, что плохо. Что-то с нами случается, с теми людьми. Еще раз говорю, пример по уссурийску. Когда вроде бы нормальный, совершенно хороший человек, у которого своя семья, которая там подрабатывала на машине таксистом. И вдруг он видит девочку, у него какая-то вспышка в голове. Он ее подсаживает, насилует, убивает. Это не аффект, сразу вам скажу. Это не аффект. Вспышка, которая будет смягчающим обстоятельством. Это не аффект. Он в здравом уме совершил ужаснейшее преступление. Вы помните, все каннибалы, маньяки, террористы, они внешне обычные люди. Террористы это вообще герои сопротивления? Да, это вопрос оценки. Кто-то на них смотрит как на героев сопротивления. Тем не менее, смотрят по последствиям. Есть трупы, есть умысел. Значит, человек должен отвечать по закону. Раньше это была смертная казнь. Сейчас пожизненное лишение свободы. Их развозят по этим колониям, нашим особого режима. Какие у нас там? Белый лебедь, черный беркут, черный дельфин. Мы знаем, сколько у нас людей содержится в этих колониях на пожизненном. Это большие цифры? Белый лебедь, несколько тысяч человек. Меня больше вот здесь интересует позиция нашего государства. Еще расскажу. Борис Николаевич Ейцин много совершил ужасного. Я вот до сих пор не знаю, то, что он ввел мораторий на смертную казнь, это к его грехам или к тем немногим его вещам, за которые можно его простить. Попытка нашего русского медведя влезть в Совет Европы. То есть мы туда просто стремились. И поэтому смертная казнь была... Но он же мог этого не делать, да? Тогда бы не вступили в Совет Европы. Ну и жили бы без Совета Европы. Ну это же с вопросом политики. Мы же говорим только о смертной камере, как мере наказания. Мы не должны быть... Политические моменты мы не должны затрагивать. Народ не голосовал и никогда бы не проголосовал против отмены смертной камеры. Я лично считаю, что все-таки государь наши, кем бы они ни были, императорами, либо генсеками, либо председателями правительства, либо президентами, да, они все-таки задают какой-то тон. Они нас куда-то должны вести. Они нас и ведут в счастливое будущее. Либо мы идем в сторону Европы, где все страны европейского сообщества отменили смертную казнь. Нет, нас уже привели в Европу. Либо мы немножко в Европу, да, а на самом деле мы вот больше симпатизируем той же Японии, где смертная казнь сохраняется. Она, как вы верно заметили, применяется редко, и люди 20-30 лет могут ждать этой смертной казни, находясь в ужасных условиях. Но она там есть, и в какой-то момент казнят этих людей. Видите, у нас осталось последние три минуты, потому что тема этого разговора может быть бесконечным, потому что мы можем найти огромное количество примеров и аргументов за и против. Я вам задаю еще раз простой вопрос. 22 года назад лидер нашего государства принял решение ввести мораторию. Тогда, если не ошибаюсь, было еще сказано так, что у нас вводились суды присяжных, да, что только суд присяжных может вынести решение о смертной казни. И с той поры, вот 20 лет, вы юристы, вы же не случайно сегодня здесь, вы юристы спрашиваете государство, так у нас все-таки отменена смертная казнь, или мы по-прежнему тянем резину, мы не можем решить. Вот видите, мне на этот простой вопрос. Считается, что она отменена. Моратория – это и есть отмена смертной казни. Нет, извините меня, не отмена смертной казни. Тогда почему она осталась в нашей Конституции и в нашем уголовном кодексе? Ну, значит, есть люди, которые смотрят дальше нас и понимают, зачем ее вот с этого вот полотна, где она аккуратно вживлена, как цветочек, зачем ее вырывать? Пусть она там ждет своего часа. У нас после Ельцина было два президента и оба юриста. Я говорю о Путине и о Медведеве. И они, по-моему, ни разу публичны. Они не хотят касаться этой проблематики, потому что пока мы в Совете Европы, мы поднимать этот вопрос, булькать не должны, так как это будет негативный резонанс. Только начнешь поднимать… Слушайте, а что нам этот Совет Европы? Мы же живем без него, под санкциями, нам, честно говоря, плевать на него. Мы не вышли пока… Мы же здесь говорим на радио об этом почему. Мы хотим, чтобы те, кто нас слушает, имели какое-то мнение. Если мы с вами… Это дело личное. И если мы не согласны с вами с тем, что у нас сохраняется мораторий, а мы считаем, что нужно либо отменить смертную казнь, именно отменить, либо ее применять, значит, давайте мы надавим на наших депутатов. Почему это мы? Я законник. Если… Вы и так, и так? Закон принят, значит, это закон. Подождите. Мы, как часть общества, должны сказать. Мы с этим не согласны. Вы же говорите, что 99% людей, кроме адвокатов… Вы представляете, если я сейчас буду горланить и агитировать за смертную казнь, скажут, это кто, прокурор или адвокат? Нет, извините, не надо горланить. Вот те материалы, статьи, которые я сегодня посмотрел, там, в ученых-вестниках, почти все адвокаты с недоумением говорят одно и то же. То, с чем вы пришли и вы сегодня, юристы говорят. Нельзя оставаться между двух студиев. Давайте примем какое-то решение. За или, наконец, против? Да, оно принято было всегда. Народ всегда был за смертную казнь. Кто мы и кто должен формировать вот эти соцопросы и прочее? Народ никогда не просил ее отменять. Игорь Михайлович, вы должны вести наш народ неграмотный, юридически неподкованный, вырывать их из своего мстительного гипоталамуса и вести их к цивилизованной Европе. Цивилизованной Европе можно вести китайским путем, продолжая применять смертную казнь. Так, ясно. В общем, наш разговор никак не может закончиться. Вы из меня никогда не выудите эту фразу, что я за смертную казнь. Можете не тратить на это время. Я против смертной казни. Выключим микрофон и поговорим, продолжим уже неофициально. Он в завес в седьмой форт, его не разбомбить. Это означает, что эта тема, на самом деле, чрезвычайно важна, и мы должны наконец-то принять какое-то решение. Мне так кажется. Мне так кажется. Мы должны определиться, куда мы идем. Но поскольку наше время закончилось, я благодарен Игорю Михайловичу, что он эту тему поднял, как я не сопротивлялся. Но я по мере сил составлял ему недостойную оппозицию. Всего доброго. До новых встреч. Благодарю вас. До свидания.